Советую вам группу ВКонтакте API Store с общим аккаунтом на iOS. В аккаунт добавляют только лучшие платные приложения. Такие игры как Minecraft Pocket Edition и Story Mode. Все части GTA, Terraria, Don't Starve, Assassin's Creed и многое другое вы сможете скачать совершенно бесплатно. Тысячи довольных пользователей и отзывов. Ссылка в описании. Несмотря на все успехи современной науки, вокруг нас продолжает жить еще много смешных и нелепых мифов. В этом выпуске я расскажу о некоторых из них. Поехали! Солнце желтого цвета Практически любой человек на вопрос о солнце уверен ответить, что оно желтое. На самом деле это вовсе не так. Солнце только кажется нам желтым из-за происхождения его света через атмосферу нашей планеты. А так оно белое. Сахара – самая большая пустыня. Мы привыкли думать, что пустыня – это обязательно много песка и очень жарко. На самом деле пустыней может называться любая местность, характеризующаяся равниной поверхностью, разреженностью или отсутствием флоры и специфической фауны. С этой точки зрения самой большой пустыни является вовсе не Сахара, а бесконечные ледяные просторы Антарктиды. Мобильная связь работает с помощью спутников. Этот миф возник благодаря постоянно появляющимся в СМИ сообщениям о запуске очередного спутника связи. Однако эти спутники не имеют никакого отношения к сотовой связи. На самом деле сигнал с вашего смартфона передается по цепочке от данной базовой станции к другой. Даже в том случае, когда вы связываетесь с другими континентами, данные почти всегда передаются по подводным кабелям, а не через космос. Великая китайская стена – единственный рукотворный объект, видимый из космоса. Этот миф родился еще в 18 веке и оказался настолько жгуч, что озвучился некоторыми учителями географии и даже истории. Однако сегодня уже точно доказано, что великую китайскую стену невозможно увидеть ни с орбиты, ни тем более с луны без применения специальных оптических приборов. Это объясняется тем, что стена не такая уж широкая и примерно такого цвета, как и земля, на которой она расположена. Молния никогда не бьет в одно и то же место. Бьет, особенно если это место расположено высоко над землей. Например, в Нью-Йоркской Небоскроп Эмпайр Стейт Билдинг. Молния попадает более 100 раз каждый год. Земля имеет форму шара. На самом деле земля не является идеальным шаром. Из-за суточного вращения она немного сплюснется с полюсов, что форма поверхности искажает приливные деформации. Интересно, что существует несколько способов вычисления формы земли, каждый из которых послужил основой для своей системы координат. В России используется оригинальная система под названием «Параметры Земли» 1990 года. Эверест – самая высокая гора в мире. Это не то, что вумив, но это совсем не точная информация. Дело в том, что Эверест действительно является самой высокой горой, если считать от уровня моря. Но если ввести отсчет от подножия, то самой высокой горой окажется Мауна Кеа, большая часть которой скрыта под водой. А если считать от центра земли, то появляется еще одна самая высокая гора. Это Чимбараса. Вода проводит электричество. Все знают, что электрические приборы и вода несовместимы. Однако сама по себе вода является изолятором. Просто в ней практически всегда имеются те или иные примеси, которые позволяют воде проводить электричество. Несовместимость или отсутствие гравитации. Все мы видели репортажи с МКС, где космонавты находят в состоянии невесомости. Многие думают, что это явление возникает потому, что МКС находится на большом расстоянии от Земли, и сила притяжения там не действует. На самом деле на высоте 350 км, где расположена станция, ускорение свободного падения имеет значение. И это, что всего лишь на 10% меньше, чем на поверхности Земли. Невесомость здесь возникает благодаря постоянному движению МКС по круговой орбите, в результате чего космонавты как бы все время падают вперед со скоростью 8 км в секунду. В прошлом люди думали, что Земля плоская. Принято думать, что древние цивилизации верили в легенды о плоской Земле, покоящейся на трех слонах, которые стоят на черепахе. И только благодаря ученым эпохе Возрождения и великим географическим открытиям мир окончательно удостоверился в ее действительной форме. Однако это мнение далеко от истины. Уже в 330 году до нашей эры Ареструйтель провел доказательства сверичности Земли, а в первом веке до нашей эры Плини Старший писал о сферической Земле как об общепринятом факте. Впрочем, даже в наше время есть люди, которые считают, что Земля плоская, а все правительства заключили мирный договор с целью скрытия его. На этом я заканчиваю, и если тебе понравилось это видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал. Все ссылки будут в описании. Всем удачи, пока-пока.